Этого события жители микрорайона Кубриса ждали несколько лет. В городе приступили к строительству тоннеля. Переезд под путями железной дороги появится в 2025 году. Вопрос со строительством тоннеля для жителей микрорайона Кубрис был и пока остается одним из самых наболевших. Из-за интенсивного движения железнодорожного транспорта приходится много времени проводить на переезде. Но уже в следующем году эта многолетняя проблема будет решена. Благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, проведенной огромной подготовительной работе районной и городской администрации, при активном содействии депутата законодательного собрания края, руководителя предприятия «Славянск-Эко» Дениса Выпринцева, был заключен контракт с подрядной организацией «Трансремстрой», которая уже приступила к строительству тоннеля. По поручению губернатора Кубани Вениановича Кондратьева, по обращению наших жителей, были выделены деньги, порядка 275 миллионов рублей со финансированием из местного бюджета. И вот вы видите, стройка началась. Подрядчик из Белореченска, наша краевая компания, специализированная организация, которая участвовала в конкурсе на строительство этого тоннеля. Так что надеюсь, что работы будут выполнены в срок. Процесс строительства тоннеля очень технологически сложный и трудоемкий. На территории уже оборудован строительный городок. В феврале последует согласование организации технологических окон тишины с компанией РЖД. Это означает, что во время работы будет приостанавливаться движение поездов по одному полотну. Первый путь разберут, установят временный мост, который уже доставлен на место проведения работ. Через этот мост будут проходить поезда и под ним же будет строиться тоннель. Потом 60 метров пути вырезается, забивается ограждение котлована шпунтовое, потом выбирается грунт, то есть раскрепление, выбирается грунт, забиваются 6 свайтов 15-метровых, из которых организовываются опорные части моста. Поэтому мосту по всем допускам можно будет двигаться с определенной разрешительной скоростью. Тоннель будет выходить на улицы Гнизовскую и Зеленского со стороны Кубрица и Кубанскую Садовую со стороны города. Позже спроектируют подъездные пути. По тоннелю будет организовано движение автотранспорта в две полосы, а также сделан тротуар для пешеходов. Завершить строительство планируют в 2025 году.